Только в Барнауле, по данным УМВД России, за полгода поступило более полутора тысяч обращений о преступлениях, совершенных дистанционным способом. Мошенники используют все более изощренные способы обмана. У тебя не будет шесть тысяч на карте? Мне нужно подруги на ОЗОН перевести, а у меня с картой фигня какая-то. Буду очень благодарна, верну через часик. Автор интернет-поста рассказала, что ее страницу взломали. Злоумышленник с помощью робота подделал голос женщины. Другие мошенники играют на доверчивости. Сегодня в СМИ, соцсети и мессенджеры просочилась ложная информация о якобы отравленной воде, которая поступила на полки магазинов. В том числе могла попасть и в Новосибирск. Сейчас позвонила двоюродная сестра моя, ее родной брат, ну то есть мой двоюродный на Украине. Ну, в общем, в разведке служат. Позвонил ее, предупредил. К нам в Россию просочилась огромная партия минеральной воды, отравленной. Причем злоумышленники распространяют информацию о якобы летальных исходах. В сводках официальных МЧС и нашей администрации подобного нет. Вот. Хорошая водичка. Сейчас нальем. Водичка хорошая. Если завтра выйду на связи, то все нормально. Это брехня. Сегодня на сайтах федеральных СМИ уже опубликовали разоблачение слуха. А попадались ли на уловки продвинутых мошенников жителей Барнаула, мы решили узнать о них. Мы купили через сайт билеты, а потом выяснилось, что не будет мероприятий. И нам отказывались полгода, да? Да, полгода мы бились, и нам осенью вернули все-таки деньги. Если бы не банк, нам бы деньги не вернули. Потому что те люди, которые не знают, что такое чарджбэк, они деньги не вернули. У дочери тоже звонили, как говорится, что у нее сим-карта через какое-то время заблокируется. Они ей такие говорят, ну скажи свой паспорт, номер паспорта. А вот труп побросила, и все, как говорится, отключилось. Серьезно, я попала два года назад. И там потратила 85 тысяч. Вот так как-то. А что произошло? Просто мне из банка сначала звонили и говорили, что 10 тысяч, и ты можешь через год, можешь покупать для себя дом, машину. Вконтакте, сломывали меня, да, просили деньги друзей, я вовремя заметила. Когда не смогла зайти к себе на страницу, значит там кто-то уже был. Когда мне получилось все-таки это сделать, были сообщения, что дай 500 рублей, займи 1000 рублей, вот такое вот. Я быстренько отписалась всем друзьям, что это не я. У знакомых был, как бы он набрал на этот номер, сказал, говорит, что больше не звоните сюда. Ну он, честно говоря, тоже сам сидевший, можно так сказать. И, ну, там, я не знаю, как он их вычислил там. Ну, у него свой диалог был с ними. Он просто, ну, разговорились, он, дай телефон. Он позвонил так и так, и мне больше не звонил. Чтобы не попасться на удочку мошенника, нужно помнить о рисках. Прежде чем передавать любую информацию другим, сделайте паузу на подумать. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком.